Микроскопические водоросли, древние организмы и пальчик древней лошади. И это только часть исторической команды, которая приехала в наш край из Воронежа. Выставка «Рождение земли» собиралась буквально по крупицам со всех уголков страны. И всё же большая часть именно с просторов музея-заповедника Девногория. О нашем музее можно рассказывать много. Он, конечно, уникальный. Уникальный своими природными ландшафтами, уникальный своей флорой и фаумой, уникален своими пещерными комплексами, которые вообще есть практически только в нашей местности. Сейчас уникальные находки расположились в зале музея «Метеорологическая станция Симбирска». Здесь представлено более 80 экспонатов. Каждый из них рассказывает о природной эволюции нашей земли. На первый непрофессиональный взгляд кажется, смотришь на обычный камень. Но прикоснувшись к его истории, понимаешь, в твоих руках историческая ценность. У нас показываются не просто камни, а окаменелые организмы, которые были. То есть человек сразу узнает либо раковину какого-то моллюска, либо кости мамонта, те же самые, которые у нас представлены, аммониты, которые также много на Ульяновской земле находятся. Помимо экскурсий в мир прошлого для первых посетителей был организован мастер-класс. Незамысловатые манипуляции с природными ресурсами особенно полюбились самым юным посетителям. Самые интересные выставки – это интерактив. Некоторые экспонаты можно буквально потрогать. К примеру, этот реагирует на прикосновение магнита. Считанные секунды и уникальная находка у нас в руках. Можно рассмотреть поближе или сфотографировать на память без бликов на стекле. Выставка продлится до 15 декабря. После Ульяновска экспонаты поедут в Киров. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.